В общем, всем доброе утро! Сегодня у нас какое-то там число, 21 июля, и мы забрались наверх Ротхауса, и сзади нас такая красота. Очень красивый Мюнхен с высоты, он еще симпатичнее, чем есть. Я смотрела фильм про Людвига II, и его снимали вот там, вот где желтое здание, и там площадь, мы вчера там, кстати, с мамой были. Вот, просто красота. Как так вообще? Как можно быть таким красивым? Иди сюда, посмотрите. Вау! Вау! Ну что, как вам начало видео? Мы были на верхушке Ротхауса. Видели сверху Мюнхен, это было очень красиво, серьезно. А сейчас мы уезжаем из Баварии, уезжаем из Мюнхена, выезжаем, но мы еще в Мюнхене, но практически. И это очень грустно, потому что нам с мамой он нравится, ну типа, да, вот, мы к нему прикипели, да? Но мы тут были пять дней, и в принципе этого больше, более чем достаточно. Поэтому поехали в Зальцбург, да, вот. Поехали. 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 Господи, неужели мы наконец-то сюда заселились? Я тоже не знаю, куда вас постр... Ууууу, тут так вырез мой видео, см . До свидания. Просто, понимаете, иначе будет виден весь срач, который мы здесь навели, потому что мы ехали сюда полтора часа, и это очень мало. Но вся проблема в том, что мы еще полтора часа искали отель, парковку, тащили вещи и делали все это дерьмо. Улица 30 градусов, парка, и мы в горах. Я обожаю Зальцбург всей своей душой и сердцем, и я говорю это без нотки сарказма, серьезно, так и есть. Этот отель, который считается одним из самых лучших отелей Зальцбурга, полное дерьмо. И как бы приличное все, да, вот это люкс, если что, ребята, ага. Даже не в этом суть, просто досюда добираться жопски. Он находится относительно не близко к центральной улице самой, получается, и к центральному собору, хотя мы живем в центре, и у нас еще какая-то центральная улица. Не суть, меня просто сильно бомбит, потому что я реально устала, я вся мокрая, у меня еще майка вот эта тут. И я просто хочу переодеться, все это постирать, снять себя и пойти гулять по Зальцбургу, по моей любви. Красивых фотографий пока не наделаю в таком уж наряде, потому что, черт, слишком жарко, too much, too much. Увидимся с вами, когда я открою эту бутылку себе, вот. Пью Фиджи, потому что модная, потому что стильная и потому что из Мюнхена. Очень вкусно, но не важно, да. Поэтому, все, я пошла переодеваться, причем я даже не знаю, переодеваться мне или нет, потому что я жутко, мне жарко. Но при этом я хочу поделать вот в этом всем фоточки. Короче, ладно, все, ладно, пошла переодеваться. Всех люблю, всех целую, увидимся с вами сейчас, когда я переоденусь. Хей, в тот же день из этой серии только мы переоделись, привели себя в порядок, если это можно сказать вообще и назвать так. Вот так вот это выглядит сейчас, вот. Ну, короче, да, ну, это аутфит предполагался на завтрашний день, но некие обстоятельства заставили меня переодеться. Вот, мы идем гулять, наконец-то, идем в сторону нашей любимой улицы. Мне жутко болят ноги, как будто, блин, я не знаю. Более этим занималась, наверное. Мам, ну... Мам, это не смешно. Мам, ну как элегантно? Хроматизм у меня на каждой... Мам, отстань. Мам, отстань. Потом на мизинцах, и вот тут натерт очень... Был, вот конь прямо. Эта женщина меня мочит, и у нее пропеллер в одном месте. Мам, отстань. Ну, покажись. Все, окей. Мам, ну я нет, мам, отстань. Все, серьезно. Ты не в порядке, что с тобой не так? У меня все болит, а не весело. Добрая мать. Ты включу, иди, обстановите, зачем нам вот это? Мам, ты помер. Зачем нам вот это в лифте? Вот, ладно, короче, пойдемте гулять по ночному Зальцбеку. Зальцбеку. Я же дверь все закрыла, да? И так с ней постоянно. Здесь кто-то сдох. Нет, здесь кто-то сгорел. Случал. Короче, мне уже как-то стыдно об этом рассказывать даже в видео, потому что я опять терпала на ту же злобую коленку только в Зальцберге. Я иду хромаю, и я очень симпатично выгляжу. Мне пришлось переодеть в Вьетнамке. Короче, это и смешно, но и грустно. Серьезно, почему я так? Я иду, знаете, как бомж. В Тухляпах, это Киаре Феррани. Ну, короче, из You Know What I Mean. Просто смотрите. I'm so stylish person. Главное, как нож в таблю. Впереди у нас такая красота. Мама хочет сфотографировать ночной замок, поэтому мне приходится хромать по Зальцбергу и выглядеть из бога в Зальцберге. Красивая фотография, да-да. Мам, да, дождик опять капает. Смотрите, какая красота. У нас идет дождь, я хромаю. Там Альпы, вот это самое красивое. Вот, посмотрите на куртку. Примерно такой дождь. Мамину. Мамину. Мамину, ты мне сама джанзовку не дала брать, поэтому как бы. Завтра будем гулять прямо. Поэтому видите, как я иду. Я слишком стай лишь person. В общем, да. Поэтому идеально. Просто лучше отдых. И нет, отдых-то реально хороший. Даже под дождем нормально идти. Если б я не хромала и не выглядела немного, не... Беловат. Спасибо. Что, я реально так выгляжу? Я реально так выгляжу? Нет, конечно. Я ржу просто. Вот. Чтобы было все идеально. Но так как я все еще хромаю на меня... А у меня есть солнце защищать на очки. Чтобы совсем приком выглядеть. У меня прекрасно. О, молнии бьют идеально. Раненый боец идет домой. Надо, главное, чтобы... Хей, всем доброе утро. Сегодня у нас второй день в Зальцбурге. Я не помню, говорила ли я вам вчера, что я расшибла себе во второй раз коленку. Мне кажется, что да. Точно говорила. Ту же коленку. С теми же вьетнамками. Короче, мы с мамой решили, что мы их больше не будем носить. То бишь я. Потому что если я третий раз упаду на эту коленку, я взорвусь от злости. И мама чуть вчера их вообще не выкинула в мусорку. Вот. Ну а сегодня все уже получше. Коленка стала опять заживать, слава богу. И мы с мамой собираемся сейчас идти гулять нормально по Зальцбургу. Более-менее у меня даже прошли мои натертые ноги. И я снова в балетках лоферов, как они называются, от Киара Феррани. Потому что это единственное, что я, наверное, могу носить. Вот. Поэтому последние штрихи моего платка. Сейчас. Сделаем красоту. Без платочка теперь никуда не выходим. Это теперь мой коронный. Как можно Лизу знать по платочку? Только по нему. И знаете, почему он красный? Потому что на шляпе вот этой тоже красный. И вуаля. Я готова. Только надо коленку запинтовать. И я готова. И да. Я в том же, в чем ходила вчера. Потому что одевать больше нечего. Ха. Вот. Все. Короче, пошлите гулять. Мы пришли... Нет, так лучше. А, сейчас, секунду. Мы пришли в парк Мирабель. И... Мама, кстати, об этот дворец спускают? Ну, пошли посмотрим. Не знаю. Я думаю, что я пожалею об этом вопросе. Но не важно. И этот центральный парк, получается, Жальцбурга. Мам, ну, я же ужасно... Короче, вот. Ну, мы в Мирабель парке. Я хочу официально заявить, что обувь от Киары некомфортная летом. Она натирает все, что можно. Просто. Даже вот эти, как они модно называются... Эээ... Не ло... Нет, это не из-под релинии лофтеры. Короче, вы понимаете, о чем. Нет, они натирают по всем вещам. Просто. Так что, окей. У меня еще два ради нее, так что... Мои ноги будут страдать много. Долго. Вот. А мама меня куда-то ведет. Кстати, без очков тоже нет. Верхние сады. Звучит круто. Ред ван? Ред ван. А где? Это Пегас, а где единорог? Там, в единороге. Ааа... Угу. А я думал, ты мне с Пегасом. Давай с Пегасом. Мама ведет меня к единорогу. Надеюсь, что он настоящий и исполняет желание. Восемнадцать дней уже. Вот, значит, единорог. Знакомьтесь, мы входим в парк с карликов. Как называет его мама? На самом деле, наверное, он так и называется. Да? Ну, типа, он отдельно от Мирабель, да? You understand. Короче, тут идет такой мостик. И вот там будут домики. Вот. Такая открытая. А вообще, на самом деле, все-таки опять становится тепло. Выходили из отеля, и я сказала маме, что, наверное, я зря взяла шляпу, потому что было холодно. А сейчас я думаю, что, как бы, я зря взяла куртку, потому что уже жарко. Прошло минут тридцать, наверное. Ага, погода идеальна. Короче, вот эти самые карлики, это мама, которая фоткает с ним. И тут еще очень много. Тут каждый карлик что-то приносит. А это что? Это любовь приносит, так что вставай и... Здравствуйте, надо подчереть. Ну, ладно, чем... Харикатура на слух. Давай, вставай. 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 Прикольно. Вставай. Выходим отсюда. В этот дворец, кстати, не пускают все-таки. Там свадьба. Вставать в одном классе. Мы выходим и идем дальше. Да, они стильные, модные, но на деле. Не ходь. Попробуй. Мир обойдет. Хочешь на дворец? Не, не хочу, спасибо. Мне еще сувя не хватало свалиться. Хотя можно попробовать. Мы приезжали в парк. Поехали в захар. Суховат. И попить опироль. Вот он вкусный, да. С этим просто... С этим я не поспорю. Два вида опироля, которые прям бьют в нос, и их невозможно пить. А если такие вот легенькие, они очень вкусные. Поэтому всем прекрасного есть. Так, вкусный пирожный. Не знаю, нет, вкусный. Но суховат. Не такой, как в Вене. Не такой, как мы в Захаре покупали. Но так вкусно. Абсолютно ничего необычного. Мам, как тебе музыкальное сопровождение? Отлично, мне очень нравится. Окей. Мы шли мы с вами в магазин. Название его я не знаю. Чё-то стайл какой-то. Блин, сейчас, секунду вам покажу. Вера Мода. Вот. Выбрала я себе такой странный цвет. Ну, надеюсь, пойдёт. Всё. I take it. И моя нога. Она слишком модная. Просто чересчур. И мне так нравятся мои шорты. Они просто офигенные. Крутые. Пошли гулять дальше. Немного о том, как я люблю массивную дючу во время скидок. И ещё две вещи уже у мамы. Смотрите, как она красивая. Понимаешь, что я такой смотришь? А что, собственно, творится? Знакомьтесь, это главный герой этого города. Ага. Редактор субтитров. Вау! Офигенно! Сейчас мы с мамой полезем туда, пока смотрите как раз. В общем, музыкальное сопровождение еще шикарное. И мамино сопровождение. В общем, дело обстоит так. Мы пришли в центральный храм. Тут играет музыка. В Зальцбурге везде играет музыка. На улице, господи, что? Что это? Вот. И тут заиграл орган. Просто, вот только как я начала снимать, заиграл орган. Красота неописуемая, конечно. Просто. Просто офигенная красота. Очень. У меня все еще немного болят ноги. И, короче, я не знаю, я надеюсь, что еще день поношу их, и все встанет на свои места. Но... Ммм... не знаю. В общем, короче, чтобы вы понимали, вот этот дом... Как он, собор? Он с семьсот семьдесят четвертого года. С семьсот семьдесят четвертого... КАПЕЦ твою маму. Это... простите за мой русский, это дохрена как давно. Но то, что мы видим, это с тысяч девятьсот пятьдесят девятого года. Но черт, но все равно же. С семьсот семьдесят четвертый год. Сколько же он себя повидал-то, а? Это... это просто шок. А сейчас... ну да, я третий раз в Альцбурге, третий раз в этом соборе и только что об этом узнала. При том, что эту листовку нам давали всегда. Почему я её и не читала до этого, это очень странно. Вот, видишь, поднимаются. Ну, черт. А мы идём к замку подниматься. Все, жара, всё болит, классная жизнь. Быстрый и что... Ну, не знаю. Не-назь. Так, что вы гостротимы видите.. Вообще он намного самым стремным паникуляр, который не обидела. Окей, мы поднялись на гору, я думаю, вы поняли, вид тут бомбезный, но у меня жутко болят ноги, поэтому когда всё пройдёт, я использовала за два дня всю пачку пластиковых. И у меня их больше нету, поэтому надо будет где-то их купить, и мама фоткает вид, окей, да, я вам сейчас тоже его покажу, короче. Смотрите, какая красота. Вот ради этого вида, в принципе, мы сюда и сюда поднимемся. So amazing. Смотрите, какая красота. Упс. У нас труса, кеды, и всё. Отлично. Красота. Мы вышли на какую-то ещё одну площадь, мы здесь не были, поэтому я вам её показываю, потому что всё фотографировать у меня уже нет. Да и рук тоже. О событиях. Меня только что в ресторане укусила пчела, и знаете куда? Ну что же, я более-менее очухалась после укуса осы. Кто меня не понял, оса укусила меня прямо вот сюда, ну, типа, если что, это от мази. Было очень весело, как и с коленкой, впрочем, как и с натертыми мизинцами от новых туфлей, так что сори над сори. Я вам обещала в каждом видео показывать, что я покупала, так что это видео-влог не исключение. Пакет порвался, ещё один пакет не выдержал, так что тут много покупок. Первое это Пандора. Офигеть, давно я вам не показывала Пандору, потому что давно там ничего не покупала, только Лили подарок. Купила себе вот такой вот классный браслетик. Мы, кстати, Лилит на день рождения подарили такой вот, только голубой, а я себе купила розовый. Осталось теперь купить такой Арине, и будет братский, дружеский браслет. Далее, мамины джинсы, мамины шорты. Вам это неинтересно. Мамина кофта. Вот сюда положим пока. Так, мамина шапка. Окей, продолжим. Купили мы мне вот такую вот юбку. Я вам её показывала, она прикольная, классная, ну и вообще я такую давно хотела. Не топчик, конечно, но сойдёт. Купили две футболки к ней, тоже прикольных. И про скидки в Massimo Duty можно говорить бесконечно, поэтому... Свитер. Свитера покупаю там только на скидках. Офигенный свитер. И его зимнонка в том, что на спине вот такой вот вырез, который выглядит секси. Раньше он стоил 90 евро. 90 евро за свитер. Так что теперь он стоит 25. Ну, это более логично и классно. И на чешскую зиму из этой серии, на московскую сойдёт. Далее кофта, которую можно носить и в холодное лето. Точнее, в зимнее лето, как у нас в Москве. Слава богу, мы уехали. Неважно. Снежак выпадает. Вот такая вот прелесть. Классная. И стоила она... Мам, сколько она стоила? Стоила она 20 евро. Раньше стоила 60. Выглядит классно. И последнее, что мы купили, это вот такую вот кофту у Massimo Duty. Я просто влюбилась в эти кофты. Это уже такая четвёртая у меня. Вот. Она классная. Она офигенная. И внизу ещё такие кружева. И стоила она ровно 20 евро. А раньше стоила 40. Так что вот такая вот прелесть. Так что это и все покупки, которые мы совершили. Пакет можно выкидывать благополучно. Только билетик надо на память оставить, наверное. И селфи-палку, наверное, стоит тоже оставить. Вот. Поэтому это и все покупки, которые мы совершили за сегодня. Пакет просто и на Симой Duty нафиг поймался. Вот. И ещё кружечку в Старбаксе. Я вам её даже сейчас покажу. Куси. Очень классная кружка. Реально люблю её. И она стоила 15 евро. Ладно, они все так стоят. Так что нормально. Теперь точно все покупки. Так что всё. Мы пошли одеваться. Гулять по вечернему Зельсбергу. И не забыть билеты. Вот. Всё. Погнали гулять. Юфиджи каждый день. И ещё какую-то дорогую сейчас треску в воду. Но Фиджи каждый день. Серьёзно. И выкидываю её также каждый день. Хей. Ну что же. Мы с моей мамой вышли. Переоделись. И у нас на этаже почему-то именно у нас не горит свет. Как будто в фильме ужас. Серьёзно. Мам. Сгорайся от любви. Серьёзно. Или мама любви. Смотрите. Вот. А что я вам хотела показать? Я переоделась. Теперь Lady in Black. Мне стало удобнее в них ходить. Поэтому кажется, я их растоптала. И джинсовка с трюкзаком. И мама. Короче, у нас всё равно, что показывать нечего. Но Lady in Black ready. Только на нашем этаже заметила. И моя коленка. Слабонервным не смотреть. Всё. Показала. Там будет синячище. Наверное. Но я решила. Не, недостойный. О, недостойный. Лу-лифт в Аэр. Не записывала. Дубль 2. Лу-лифт в Аэр. Её даже лифт в Аэр не приезжает. Всё. О, нет. Кажется, приехал. Чё-то там говорит. Еее. Когда входишь на шлифт. И вот так вот. Внутри странно. И они возят типа так еду. Вот. Мои вот ветер. Очень странно. Походит, тут видит красный платочек ветер. Я сгорела просто. Мы ещё до Италии не доехали. А мы уже все загоревшие и сгоревшие. Первый раз в жизни. Серьёзно. Не надо говорить. Людей с ней кто мы идём. Смотрите, какое красивое. Просто. Просто это надо зафоткать. Секунду. Фоткали учительницу. Можно отправлять. И всё. Погнали. А получится, давай. Видите, какой закат. И главное все фоткаться. Напротив. На фоне заката. А мы идём в эту улицу. И я уже, смотри, быстро хожу. Красота. Красота. Да, да. Я даже могу вдохновлённо говорить о Зальцбурге, когда прошли ноги. Там какой-то кипиш. Наверное, те же самые люди. О, ещё один кипиш. Ну, ничего так. Он не снимает. А чё снимаем? Не скажешь мне? Мы обе не знаем, чё снимаем, но мы снимаем туристы. Да. Собака. Только собаку снимает. Непонятно, чё происходит, но да ладно. Народ, вот поверьте мне, большая часть этого народа тоже не понимает, что здесь происходит, но они здесь все стоят. Вечерный костюм. На плечики, да. А, тут играют. Короче, просто... Зачем? Тут вся площадь забита людьми. Подожди. И они и тупо смотрят. Словые, здрасте. Я чё-то вижу. Короче, мы с мамой думаем, что какой-то праздник, а то, что мы сегодня помнём. И молодец. Всё, мы говорим, что не так. Смотрите, как красиво. So beautiful. And amazing food. На самом деле, beautiful. Когда ещё ты можешь нормально идти, это ещё более beautiful. Я сменила очки. Теперь я очкарик. Такой. Прекрасно. И не жарко, и не холодно. Просто и ничего не болит. Идеально. Но... Вот. У меня всё. И порванных пакетов нет. И порванных пакетов нет. Это тоже главное. Вот, что, красота. Просто. So beautiful. Но я не знаю, но я не знаю, почему они в центральных рамах не подсвечиваются. Ой, мамочки. Мам, я чуть-чуть тебя свой телефон не уронила. Мама моя нагрузила меня своим добром. Я пытаюсь вам снимать очень-очень дичь. И что, впрочем, происходит? Субтитры сделал DimaTorzok.